Слава Господу, дорогая церковь! Давайте мы еще раз прославим нашего Бога! Он достоин всей славы! Братья и сестры, я, знаете, я сидел и разглядывал всех вас, и я хочу сказать, что я очень сильно счастлив сегодня, что нас так много. Я очень сильно счастлив, что нас так много. Спасибо. И вы знаете, если Бог за нас, кто против нас? Я множество раз думал во время, еще когда не было войны, давно еще в детстве, я думал, ну как церковь живет во время войны, как люди собираются, это же так сложно. Как люди раньше собирались. Но я хочу, чтобы мы сегодня взглянули на своего соседа, можем ничего не говорить ему, просто с гордостью. Посмотрите на своего соседа с гордостью, так как я смотрю на вас сегодня всех. С гордостью всех. Слава Богу! Слава Господу Богу! И я сегодня буду продолжать тему добрых дел. И если пастор Андрей прекрасно говорил то, что Иисус Христос, наш добрый самарянин, который подберет нас и будет подбирать нас, и омывать наши раны, и платить за нас, то сегодня я хочу, братья и сестры, призвать нас быть добрыми самарянами. Наподобие Иисуса Христа, который подобрал нас, каждого из нас. И вы знаете, сегодня время очень сложное. Мы знаем, насколько сложное время. И многие не только понаслышке знают. И я хочу сказать, что в то время, когда столько на дороге лежит нуждающихся людей, когда стольких ограбили, когда столькими людьми поступили плохо, сколько нужно самарян? Сколько нужно добрых самарян? Вы знаете, я смотрю на нас так много сегодня. Вот именно столько точно нужно. Это как минимум столько, сколько нас здесь сидит, нужно. И я хотел бы сегодня поговорить об этом, о том, как важно делать добрые дела, особенно сейчас. Особенно, когда на дороге множество раненых находится. И первое, о чем я хочу поговорить, это кому, для кого я должен быть добрым самарянином. Для кого я должен быть добрым самарянином. И я хотел бы, чтобы мы открыли Слово Божье и прочитали Римлянам 5 глава 8 стих. Римлянам 5 глава 8 стих. Для кого я должен быть добрым самарянином? Кому я должен делать добрые дела, братья и сестры? Вот кому? Мы читаем. Римлянам 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда мы были еще грешниками. Братья и сестры, я знаю, что мы должны любить наших близких и родных. Это наш минимум. Это то, на что должно хватить как минимум нашей человеческой любви. Но вы знаете, как много на земле есть одиноких людей. А как много людей есть, которые совсем не знают любви. Они не знают Господа Бога. К ним, они живут в этом мире тьмы, одиночества, в мире холода. Я хочу вам рассказать историю. Она произошла буквально в этот четверг. Вы знаете, это вот настолько свежая история для меня. Я работал, я утром встал. Вы знаете, ну вот как-то вот встал, но мне было... Ну вот вы знаете, что значит фраза «встать не с той ноги». И вот я встал как раз таки не с той ноги. И вот весь день он так и шел, вот не с той ноги как будто бы. Вроде бы все нормально, но вот как-то нету настроения совсем. И вы знаете, в этот день мне нужно было оформить автомобиль. И мы его покупали у одних людей, а эти люди оформили его на свою тетю. И вот эта тетя, она в два раза старше меня, даже чуть больше, мне 30 лет. И вот я ей звоню, говорю, вот я сейчас вас заберу. Она говорит, ну только ты там, мне нужно, чтобы кто-то из моих был, потому что я боюсь. Я вот ту-ту-ту-ту-ту. Я говорю, хорошо, без проблем, мы договоримся. Вот ее привезли уже ко мне. И мне, и вы знаете, вот только мы заходим в Мрео, выключает свет. Оно не работает. Только, ну, вы понимаете, что такое день не с той ноги. Включают свет. Нет, оказывается, у нее там не все данные, нужно вообще там заново в очередь становиться, другие. Ну, короче, весь Божий день, а я верю, что любой день даже не с той ноги Божий, весь Божий день мы вместе провели. И вы знаете, я мог все время просидеть в телефоне. Я это умею делать. Столько новостей, каждую секунду новая новость. Столько всего там интересного в том окошке маленьком. Но вы знаете, почему-то у меня внутри побуждение такое было, начать с ней общаться. И вы знаете, мы начали общаться обо всем. Ну, конечно же, мы общались о политике для начала. Конечно же, мы общались о всем абсолютно. И, конечно же, мы общались и о Боге. Мы общались о всем. Она мне рассказывала уже и секреты. И я ей там тоже что-то рассказывал. И в какой-то момент она говорит, Слава, я приглашаю тебя к себе домой сегодня ужинать. А я говорю, я всегда отказываюсь. Ну, просто я как бы, мне очень сильно неудобно. Я всегда отказываюсь. А здесь говорю, а мне внутри чувствуется, сегодня вообще не отказывай, ни в чем. Я думаю, Господь, постараюсь. Я говорю, конечно, хорошо. Мы едем к ней домой. Она, оказывается, была поваром, так что мне повезло. Это был хороший ужин. Плотный, сытный. Мы с ней во время ужина еще общались. Она мне там, я ухожу уже, я не мог уйти оттуда. Она вот говорит со мной, она уже так разговаривалась со мной. Она мне там дает, она продает там, она на пенсию, она продает варенички, там, сразики. Она мне все, у меня уже кулек такой. Она говорит, стой, еще, иди сюда, вот я тебе покажу варенье. На тебе еще варенье. И я с вот этим кульком стою и говорю, спасибо, Татьяна Николаевна. Я не знаю, чем даже отплатить вам за такую доброту. Она говорит мне, ты знаешь, у меня есть соседи, у меня есть даже дети. Но мне очень одиноко. Мне уже давно очень одиноко. Я тебе очень благодарен. И вы знаете, я хочу сказать первое, кому нужна наша любовь и доброта. Я хотел бы, чтобы мы немножко взглянули дальше. Мы выглянули в окно. Вы знаете, мы живем в домах, где наши близкие. Это очень хорошо. Мы должны делать добро близким. В первую очередь для них. Но, пожалуйста, давайте мы попросим у Бога и найдем силы взглянуть в окно и увидеть тех людей, которые находятся там. Они нуждаются. Я уверен, что многие из нас, я не буду просить поднимать руку, но я уверен, многие из нас были именно чужими для тех, кто сделал для нас доброе дело. Чужими, ненужными, а возможно, даже мы были их обидчиками. А возможно, мы даже были их обидчиками. Это первое. Кому? Кому нужно делать доброе дело? Кому неудобно? Вот если мы хотим ответ на первый вопрос, кому делать доброе дело, кому неудобно, скорее всего, это именно тот человек, которому нужно сделать доброе дело. Кому неудобно? Второе. Когда? Когда? Когда я должен быть добрым самарянином? Когда? Для этого мы должны прочитать эту историю, кусочек из доброго самарянина. Мы уже сегодня читали, но мне придется повторить. Луки 10 глава. Луки 10 глава. Я всего лишь три стишочка прочитаю. Луки 10 глава с 33 по 35 стих. С 33 по 35 стих. Здесь написано. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь, то более. Я, когда возвращусь, отдам тебе. Братья и сестры. Когда мы должны делать доброе дело? Скажите, перед тем, как Самарянин нашел страждущего, раненого, мы знаем, кто прошел, правда же? Те, кто и шел по делам, ну, у них дела, ну, важные дела. Ну, как же, ну, я понимаю, там, страждущий, но у меня важные дела. Но, скажите, а у Самарянина не было дел? Ведь он, написано, да, он сделал доброе дело, но он сразу отъезжая, он уже собирался сразу отъезжать. У него были дела. У него были дела. Он был занят. Так вот, вопрос. Когда я должен сделать доброе дело? Он очень похож на вопрос, кому? Когда это? Когда мне неудобно. Когда я должен доброе сделать дело? Когда мне неудобно? Расскажу историю. Она тоже свежая. Слава Господу. Расскажу вам историю, которая произошла неделю назад. В общем, опять-таки, сложный день. Это конец недели, тем более. О, эти концы недели, когда ты мечтаешь о кровати, о диване. Мечтаешь вернуться побыстрее домой. И представьте себе, мечта сбывается. Ты приезжаешь домой. Это я, представьте себе, приезжаю. Переоделся уже. Света нету, кстати, не было света. Я такой думаю, ну, не идеальная мечта. Ложусь в кровать. Укрываюсь. Думаю, подожду, пока включат свет. Может быть, подремаю. Включаю свет. Думаю, ура. Сейчас я схожу в душ. И тут моя жена говорит. Мне звонила мама. И у моей жены есть брат. У него очень сильно болит зуб. Уже все опухло. Срочно нужна помощь. Братья и сестры. Она это говорит. Я понимаю. Я стараюсь быть добрым человеком. Но одеяло такое тяжелое. Подушка, будто бы прилип я к ней. Она такая мягкая. И вы знаете, как раз включили свет. Вода пошла. Я так хочу принять душ. Утром не было света. Я мечтал весь день о этом душе. Но вы знаете, в тот момент, я у нее спрашиваю. Это серьезно? Говорит, да. Мы одеваемся, едем. Мы одеваемся. Я думаю, ну хотя бы в душ схожу. Нет. Все, поедем даже без этого. Поедем. Хотя я вот прям без душа не выхожу. И вот мы едем туда. Казалось бы, ну что там тот зуб? Я не представлял, что может быть. Мы берем его в ту поликлинику, забегаем. Все. Врач смотрит на него вот такими глазами. Хирург. Говорит, быстро смерите температуру. Мерю температуру 40,2 температура. Он говорит, не поверите. Может быть, даже если бы через 10 минут позже привезли, он бы мог умереть. Его сразу там, ну, укололи, чем нужно. Все сделали. 10 минут. И вы знаете, мне было максимально неудобно. В тот момент, но именно в тот момент, когда максимально неудобно. Скорее всего, это тот идеальный момент, чтобы сделать доброе дело. И чем более нам неудобно, братья и сестры, тем это будет дороже доброе дело. Ведь это время дорого, которое я плачу. Оно будет дорогим, это доброе дело. Поэтому, когда я должен делать добрые дела? Может, вы хотели слышать всегда, я хочу сказать даже больше, когда мне неудобно. Когда мне неудобно. И третье, это как? Последнее, и мы будем молиться. Как же, как же не делать добрые дела? Конечно же, мы должны прочитать Слово Божие. Это Луки 3, глава 11 стих. 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 Здесь написано. Братья и сестры, как мне делать добрые дела? Я опять расскажу историю. Вы знаете, не поверите. Свежая. Свежая, как хлеб. Она произошла в Радомышле. Мы на этой неделе были в Радомышле. Вы знаете, вечером все пошли в сауну. Это вечер уже. Я не пошел, не успел записаться, к сожалению. Ну, кстати, к счастью, потому что я могу поделиться прекрасной историей, которая натолкнула меня на размышления. Вы знаете, мы решили, ну, не будем же мы просто сидеть, поедем. Мы узнали, оказывается, в Житомирской области до 12 часов ночи, комендантский час, не до 11, как у нас, до 12. И мы решили, уже было поздно, мы решили быстренько сгоняем на заправочку, может, кофе какое-то попьем. Мы едем на ту заправку, решаем, ладно, кофе мало, возьмем еще по хот-догу. Я первый взял, я что-то так уже проголодался. Ну, вы знаете, вот этот вечер, вечером больше всего хочется. И вот мне тоже так хотелось, я держу этот хот-дог, начинаю есть и выбегает, выбегает из кустов, кричит, выбегает маленькая такая кошечка, котеночка. У него вот грязный рот такой весь, он выбегает и кричит просто, мяу, мяу, на всю. Я смотрю на него, ем этот уже ходок начал, и мне, он кричит прямо, сердце разрезает мое. Мне так, вот он кричит, и не нужно, вот он говорит, мяу, и не нужно мне понимать, что он хочет кушать. То есть я не должен котячий язык знать, я настолько это эмоционально все, что я знаю, что он хочет, я понимаю его. И вы знаете, я беру вот половину своей сосиски, той отгрызаю, кидаю ему, он схватил, убежал, спасибо не сказал. И тут бежит обратно, думаю, может спасибо, хочет сказать. Нет, он бежал за добавкой. Я ему купил еще там сырочек, все покормил. И вы знаете, я так себе еду в машине и думаю, ну приятно. Приятно поделиться, хоть, конечно, в ходок тоже приятно, но еще было приятнее отдать свое. Еще было приятнее отдать свое. И вы знаете, я думаю, что, ну я отдал от избытка. Я отдал то, что мне по сути не нужно было, я без него бы мог прожить. Но вы знаете, что учит Библия? Что мы должны отдавать равное своему. Если у тебя есть две рубашки хорошие, две. Не одна дырявая, что ты размышляешь, тряпка эта, или еще рубашка все еще. А две равные по деньгам, по стоимости, по внешнему виду. Библия учит нас. Отдай такое, как бы ты сам себе сам бы одел. Отдай равное. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас поднялись. И перед тем, как мы будем молиться, братья и сестры, я хочу спросить, а что отдал для нас Иисус Христос? Что отдал Иисус Христос? То, что Ему не нужно было? Нет. Я хочу прочитать, что отдал Иисус Христос. Мы уже, кстати, сегодня читали, но мы еще раз прочтем. Иоанна 3,16. Кто-то знает наизусть? Я не знаю. Иоанна 3,16. Написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что отдал Иисус Христос? Что отдал Бог Отец? Он отдал больше. Что в итоге мы имеем? Мы имеем вечную жизнь. Кто еще ее имеет? Господь. Он с нами поделился. Вечная жизнь. Равной себе. Братья и сестры. Он отдал Своего Сына, которые больше, чем равные. Это больше. Иисус Христос был, когда начал свое сужение, был 30 лет, мне 30. Сколько еще было впереди моментов? Ему было 33, когда Он воскрес, умер и воскрес. Сколько всего, братья и сестры. Кому Он это отдал все? Мужчина, Он знал свое дело. Люди прислушивались к Нему. Это был добрый, хороший человек. Он все это отдал за каждого из нас. И я хотел бы сегодня подытожив сказать, братья и сестры, наши добрые дела и наша ценность Самарянина в нашей, в этой неудобности всей, во времени неудобном, в людях неудобных, кому мы это делаем, в вещах может быть, в каких-то, то, что мы должны отдать, это тоже неудобно. Самарянин вино, масло, свое личное, омывал раны. Неудобные. Но для кого-то это все. Для кому-то это спасет жизнь. И я хотел бы, чтобы мы сегодня имели молитву, мы уже имели молитву за самих себя. Давайте мы помолимся за тех, кто нас окружает. Ведь есть люди, которые нуждаются к нам. Есть люди, которые в нас нуждаются. Есть же. И я знаю, что первыми, это те, кого мы любим. Но вот чуть-чуть загляните за них, за их плечо. Там стоит тоже нуждающийся. Давайте мы обратим сегодня внимание на наших близких или даже на наших чужих. А мы знаем, что они нуждаются. И давайте мы сегодня помолимся. Скажем, Господь, я сегодня проповедую для того, чтобы вдохновить. И одной молитвой будет мало одной молитвы. Давайте мы сделаем. Если бы я во всех ситуациях только помолился, ничего бы не было. В каждой ситуации мне пришлось сделать. Поэтому давайте мы помолимся сейчас и скажем, Господь, я хочу сделать. Покажи, дай силы, открой. Дорогой Бог, я благодарен Тебе за то, что Ты нашел каждого из нас валяющимся на дороге. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Спасибо за то, что Ты, увидев все наши грехи, увидев все наши дела несовершенные, Ты все равно презрил на нас. Ты все равно полюбил нас, Господь. И я прошу сегодня, научи нас также любить других людей. Мы хотим, чтобы Твое Царство, оно не было только вот ограниченным нами, но мы хотим показать Твое Царство всему, всем людям на земле. Мы хотим прославить Тебя, Господь. И самое главное, Господь, мы хотим делами Тебя прославлять, чтобы люди не только сладкие слова и речи слушали, но чтобы нашими делами увидели Твою силу, Твою любовь к ним, как Ты заботишься о них. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Слава Господу Богу!